Господи, каждый день вы в театре, и на момент не помните. Это и есть часть межсциплинарных уже практик, вот этого размывания границ театра, когда актер становится не только артистом, он становится журналистом, исследователем, человеком, который выходит за рамки простого театра. В театре самые ценные моменты, когда ты попадаешь в конкретное, живое, настоящее время. Мне хочется думать о том, что миссия наша, чтобы один-два человека нашли выход из этого тревожного времени, что там говорить, тревожный, тревожный круг. Сейчас в лондонской школе драматического искусства уже Шекспир не является обязательным к изучению, потому что он не помогает молодым людям получить работу в телесериалах HBO и Netflix. Расскажу вам историю одну быстро, быстро. Значит, я улетаю в Новосибирск и уже прохожу практически в самолет, и такой подходит человек, очень аккуратно выбритый, седая борода. Здравствуйте, здравствуйте. Вы руководитель творческого вуза? Я говорю, да. Разрешите представиться, я директор Новосибирского крематория. Я говорю, очень приятно. Ну, знаете, я бы хотел в вашем вузе провести несколько мастер-классов. Я говорю, на предмет. Ну, вы понимаете, ну, вот вы актеры как-то, у нас же тоже, это же театр, понимаете, вот сельмаримейстеры, у нас крематорий, актеры с этим не справляются. Да занимался я театром, там столько грязи. Я говорю, нет, нет, не мусор, а человеческая грязь. Идет вот прям из зала на вас, и вы актеры, вы там тонете в этой грязи. Я говорю, послушайте, я же руководитель московского художественного московского. У нас система Станислава, мы руководствуемся Станиславским. Он говорит, как это интересно? А что? Я говорю, у нас четвертая стена. Я говорю, у нас четвертая стена, и никакая грязь. Я говорю, да, он говорит, как же это интересно. Я говорю, вот видите, у нас вот так вот. А он говорит, и как актеры справляются? Я говорю, публичное одиночество. И у него гениальная фраза. Он говорит, вот и у нас тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ